Я хотел сделать такую музыку, чтобы она соответствовала, чтобы все звучало словно единое целое, чтобы сказали, это шедевр. В этом видео мы расскажем про его творческий путь и чем он так важен для всей хип-хоп музыки. Но перед тем, как мы начнем, хочется посоветовать вам крутую вещь. Hustle.rf – это магазин крутых кроссовок и одежды по самым вкусным ценам. В ассортименте более 3000 моделей кроссовок и все в наличии. На сайте только реальные отзывы покупателей магазина, которые можно проверить. Удобное оформление заказа и отзывчивая поддержка профессионально помогут подобрать правильный размер. Самое главное, у ребят есть бесплатная доставка и оплата при получении. Также только для наших подписчиков действует промокод BPM, дающий скидку аж 30%. Заходи на проверенный магазин и убедись сам. Ссылка в описании под видео. Ну а мы начинаем. Грамотный продакшн – это всегда половина успеха для исполнителя. Такие известные артисты, как Джастин Тимберлейк, Нелли Фортадо, группа One Republic. Их треки долгое время возглавляли строчки хит-парадов, завоевывали разные награды. И колоссальную часть этого успеха взял на себя Тимберленд, приложив руку к созданию их треков. Помимо этого, Тимберленд приложил руку к творчеству Бритни Спирт. Группа Пусики Доллс. Мадонны. Фифти Центы. Миссия Эллиот. И, возможно, для современной аудитории это не так много значит, но Тимберленд даже поучаствовал в создании альбома Дима Билана Белив, благодаря чему тот победил на Евровидении. Зовут Тимберленда Тимоти Закери Мосли. Родился он 10 марта 1972 года в Норфолке, штат Вирджиния. Его мать управляла приютом для бездомных, а отец трудился в железнодорожной компании. Тимоти был не единственный в семье. У его родителей было еще двое детей, Себастьян и Кортни. Начал Тимберленд заниматься музыкой еще в средней школе. Миксовал на специальном пульте популярные мировые композиции. Тогда он выступал под никнеймом DJ Тим. Каким был первый твой бит? Как он звучал? Я помню, что сделал его с помощью голоса. Это было типа... И потом мой друг Кэм сказал... О, повтори! И... Он сказал... Значит, это действительно круто! В 1986 году произошло неприятное событие. Тимоти было 14 лет, и он попал в перестрелку. Из-за попавшей пули его правую руку и частично другие конечности парализовал на 9 месяцев. Но он пережил этот неприятный период биографии и писал все это время музыку левой рукой. Позже, в 1989 году, будучи старшеклассником, он познакомился с рэпером Мелвином Барклиффом. И они создали дуэт. Тим Бэлэнд и Магу. Которую чуть позже заметила певица Мисси Эллиот. Она забрала парней из провинции с собой в Нью-Йорк. Мисси дала мне уверенность. Она дала мне понять, как делать классные биты. Она их слышала и чувствовала. И вытащила это из меня. Она сделала меня тем, кем я являюсь сейчас. После этого Тимоти поменял псевдоним на Тимбэлэнд, по аналогии с брендом ботинок Тимбэлэнд. Задача Тимбэлэнда заключалась в создании аранжировок для песен Мисси Эллиот и R&B коллективов, которые записывались под лейбом Devanta Swing. Благодаря работе Тимбэлэнда над композициями, многие из них выстрелили в чартах. Позже Тимбэлэнд и Магу, тот самый дуэт, наконец создали пластинку Welcome to our World. Их творчество разошлось миллионным тиражом, а альбом стал платиновым. Позже Тимбэлэнд начал вливаться в хип-хоп-тусовку. Писал треки для GZ, и нас, и The Locks. Помимо работы над их альбомами, Тимоти создавал свои. Позже продюсер открывает для себя настоящую находку, Джастина Тимберлейка. И они создали совместный дебютный альбом Justifit. И он выиграл две премии Грэмми. В середине двухтысячных Тимбэлэнд и его старый друг Джон Серведио основали лейбл Muslim Music Group. Именно там был выпущен второй альбом Тимберлейка, Future Sex Love Sounds. Многие из этих композиций известны зрителям. И они, само собой, выиграли тоже множество наград. Собственно, Тимбэлэнд и сам светится на многих треках, к которым приложил руку. Ну и, конечно же, нельзя не отметить хитовые треки, которые были созданы вместе с артисткой Нелли Фуртадо. Ну и, конечно же, популярный трек Apologize с группой One Republic. А созданная вместе с Димой Биланом, песня Believe победила на Евровидении. Ещё чуть позже Тимбэлэнд работал с Дрейком. А в 2017 году Тимбэлэнд и Блэк представили трэп Grab the Wheel. И в тот же день вышел клип. То же происходило в период с 2013 по 2017 год. Тимбэлэнд объяснил, что в 30 лет у него начались проблемы с нервами, связанные со старым огнестрельным ранением. И день за днём продюсер всё плотнее садился на мощное обезболивающее. Осознание ситуации пришло, когда Тимбэлэнд едва не умер во сне. Выпил слишком большую дозу. После этого Тимбэлэнд больше не прикасался к веществам. Стоит отметить трек The Way I Air, который тоже собрал колоссальное количество прослушиваний. Что касается нынешнего времени, то он периодически выпускает треки. Вот один из последних. А также делает ремиксы на свои старые работы. Многие из них до сих пор периодически появляются в чартах снова и снова. А как и где вы впервые познакомились с творчеством Тимбэлэнда? Пишите в комментариях. А также пишите, про каких продюсеров вы бы ещё хотели увидеть ролики. А на сегодня это всё. С вами был канал Убиваю БиБиЭм. Всем спасибо за просмотр и подписывайтесь на канал. У нас ещё много интересного.